Добрый день, уважаемый участник. Над проектом работают сотрудники двух институтов Карельского научного центра. В проекте WebCar можно выделить три составляющие. Помимо, собственно, корпуса текстов, отдельно организован словарь, и все это обслуживает корпусный менеджер. Под корпусным менеджером обычно понимают специализированную поисковую систему, включающую программные средства для поиска данных в корпусе, получение статистической информации и предоставление результатов пользователю в удобной форме. Программный комплекс корпусного менеджера разработан в фреймбурке Laravel на языке PHP, данные хранятся в базе данных MySQL. Корпус WebCar содержит тексты и словарин на вебском и карельском языках. В свою очередь, карельский язык представлен тремя наречиями – собственно карельским, левиковским и людиковским. По техническим причинам наречия карельского языка в нашем корпусе рассматриваются на уровне отдельных языков. На данный момент в корпусе около 3000 текстов свыше миллиона словопотреблений. У некоторых текстов дан параллельный перевод на русский язык. Словарь корпуса содержит свыше 59 тысяч словарных статей. Толкование слов в основном даны на русском языке и английском. Хотя есть возможность давать толкование на вебском, на речиах карельского и финском языках. Сначала давайте рассмотрим, как организован словарь WebCar и что мы понимаем под тем или иным понятием. Под лемой мы понимаем словарную статью или группу слов одного языка или наречия в случае карельского языка одной части речи с одной нормальной формы. Если слова в другом диалекте пишутся немного иначе, то это будет уже другая лема, связанная с первой через отношение фонетический вариант. Существительное и прилагательное, даже если пишутся одинаково, принадлежат разным лемам. Граммсет – это набор грамматических характеристик, включающий в себя набор граммем, описывающий словоформу. Граммем могут быть число, падеж, наклонение, время и так далее. Например, пример граммсета для глагола. Каждая лема может быть связана с несколькими значениями и тройками словаформа, граммсет, диалект. То есть мы стремимся сохранить полные парадигмы для каждого диалекта, если, конечно, это слово употребляется в этом диалекте именно в такой форме. На этом слайде есть ссылки на лемы. Если я не успею показать словарные статьи вживую, вы можете посмотреть позже самостоятельно. Теперь о корпусе текста. Тексты разбиты на различные подкорпусы, библейские тексты, диалектные, причитания, сказки, поэзии и так далее. Вместе с текстом хранятся метаданные. Информация о записи. Информация о собирателе, год и место записи. Информация о месте хранения материалов. Обычном научном архиве КРНС РАН. И выходные данные о публикации печати. У некоторых текстов дан параллельный перевод на русский язык. Есть небольшое количество текстов, сопровождающихся видеорядом. Тексты разбиты на предложение. Если у текста есть параллельный перевод, то выполнено выравнивание текста по предложениям. Приложения разбиты на слова-токены. Наша главная задача на сегодняшний момент – это разметка корпуса. То есть установление семантических связей между словами из текстов и значениями LEM. И морфологических связей между словами из текстов и грамматическими характеристиками. Для каждого слова из текста идет поиск словаформ из словаря, совпадающих в написании. Для этих словаформ выбираются LEM. Потом собираются все значения LEM. И строятся связи между словами из текста и значения LEM. Установление таких связей называют семантической разметкой. Потом осуществляется морфологическая разметка. Для найденных словоформ, совпавших в написании со словами из текста, собираются наборы грамматических признаков. Задача эксперта – выбрать единственную правильную связь или отвергнуть все, если среди найденных нет правильной. На данный момент текст размечен примерно на 72%. То есть для 762 тысяч слов в текстах система нашла соответствие в словаре. Известна начальная форма LEM, часть речи и другие морфологические признаки. Теперь работа экспертов состоит в проверке разметки и снятии амонимии. На данном этапе лучше показать это все вживую, как идет разметка текста. Вот так выглядит наш сайт проекта WebCar. Давайте начнем со словаря. LEM можно искать по словоформе, толкованию, собственно по начальной форме, языку, части речи, либо по понятию. Весной этого года мы добавили данные сопоставительно анемосиологического словаря диалектов. И были добавлены полторы тысячи понятий, связавших 20 тысяч LEM. Причем 16 тысяч LEM мы добавили новых LEM. Всевозможные фонетические варианты, в общем бесценный материал был добавлен в словарь нашего корпуса. Итак, посмотрим. Вот было найдено 12 LEM, вепских и карельских, имеющих значение земля, суша. Давайте начнем с вепской LEM. Вот, пожалуйста, словарная статья. Существительная. Есть фонетический вариант в северновепском диалекте. Фразеологизмы, в которых участвует эта LEM, и 6 значений. Найдены примеры в корпусе текста. Здесь же может эксперт выбрать правильные примеры плюсиком, либо, наоборот, убрать, если неправильно было выбрано. Отсюда же можно перейти к документу, к тексту. Ну, например, таким вот образом. Так выглядит текст под корпус. Диалектные тексты, диалект, информация о записи, собиратели, информанты, где опубликовано, где хранится, и размеченный текст. Цветом выделены слова, которые система автоматически нашла в словаре. Причем красным выделены слова, где были найдены несколько значений. Синим одно значение. В нижнем блоке показаны возможные граммсеты. И задача эксперта уже выбрать правильное значение. Ну, давайте, например, глагол. Здесь подходит явное значение первое – брать, взять. Нажимаем плюсик. Ну, тут выбор у нас небольшой. В общем-то, оно подходит. Первое лицо – множественное число. Все, стало зелененьким. Можно добавить новое слово, словарь. Найти лему. Если такой лемы нет, то создать новую. Я тут не возьму, все-таки я не специалист к випскому языку, поэтому возможность есть. Это уже работа эксперта. Так. Вернемся к словарной статье. Под значениями у нас расположены слова формы. Вот так вот выглядят парадигмы для трех диалектов. Отсюда тоже возможен переход к текстам, где именно эта форма. В каких текстах встречается. Ну и дальше мы попадаем опять же на такую же страничку с текстом. Вот это слово найдено было в тексте. На сайте также есть частотные словари, есть обратные словари. В общем, много полезного можно найти. Возвращаемся к нашей презентации. Так как поиск слов из текста идет по словоформам словаря, нам нужно как-то эти все словоформы получить. Для этой цели были разработаны правила генерации словоформ полемии и набор базовых основ для всех диалектов вебского языка двух новописьменных вариантов собственно карельского наречия и новописьменного варианта левикоского наречия. Теперь эксперт может ввести только один шаблон и по нему автоматически будет сгенерировано полное впородимое слово. Нужно отметить важность и востребованность работ по развитию корпуса текстов. Во-первых, в соревновании оценка методов обработки малоресурсных языков проведенном в феврале-марте 2019 года в рамках международной конференции диалог использовались размеченные данные корпуса вебкар в формате Кун.л. Результат соревнования и данные корпусов доступны онлайн. Во-вторых, данные корпуса с 2019 года включены в международную морфологическую базу данных Юниморф. Экспорт данных в общепринятые форматы Кун.л. Юниморф важен для привлечения к исследованию вебского и карельского языков международного научного сообщества. Последние годы становятся практикой, когда новые методы и алгоритмы вычислительной лингвистике проверяются не на одном-двух языках, а на множестве языков, например, с влечением базы Юниморф, включающей 110 языков. Таким образом, теперь в эту сотню языков, активно исследуемых научным сообществом, входит вебский язык и три на речи карельского языка. В будущем мы планируем не только пополнить данными наш корпус, улучшить разметку, расширить возможности поиска сложных запросов, но и добавить звуковые файлы к текстам, синхронизацию, синхронизировав звук и текст. Помимо поиска по словарю, добавить предсказатель морфологических характеристик для слов отсутствующих словарей, также нам хотелось бы показать на карте ареал употребления слов. Данные корпуса и программное обеспечение мы распространяем с открытой лицензией. Вы можете свободно скачать базу данных с нашего сайта, программное обеспечение сайта GitHub и использовать своих целей ссылкой на нас. Ну, вот все, что я хотела вам рассказать. Спасибо за внимание. Есть ли вопросы? Спасибо за субтитры Алексею!